здравствуйте дорогие рукодельницы мои любимые подписчики и гости канала сегодня продолжаем обучающее видео тем кто хочет научиться вышивке в прошлом видео мы вышивали горшок цветочный но и вы кто уже повторил уже сами убедились что не боги горшки обжигают и вышивают не боги я делаю сейчас стебельчатый стебельчатые стежки и получается вот такой стебелек на моей вышивке у моих цветочков очень многие сказали что из-за того что на черном фоне плохо видно стежки но я уж выбрала черный фон хочу его уже добить но с черная тема бывает же в интернете такая черная тема и у меня сегодня тоже черная тема стежок простой поэтому долго на нем останавливаться я не буду следующий стежок я показывала уже когда мы горшок вышивали с вами это тамбурный стежок из песни слова не выкинешь поэтому раз я его вышиваю тоже про него скажу тоже что это тамбурный девочки я хотела сказать кто не успевает здесь вот ускорено в настройках вот в правом верхнем углу у меня по крайней мере в правом верхнем углу экрана есть такая можно нажать шестеренку и там можно увеличить или уменьшить скорость воспроизведения и в этом случае вы посмотрите в более медленном режиме и второй момент кто смотрит субтитрами иногда бывает что субтитры буквы строчки заслоняют и не видно что у меня там получается но я не могу к сожалению переместить субтитры они расположены вот только внизу экрана наверх я их не могу переместить это автоматически создается ютубом я на youtube никак не могу повлиять вот смотрите я написала 12 даже 12 раз замотала я нитку я делаю лепесточки вот этих цветочков у меня будет здесь клубничка же и это вот клубничные лепесточки вот так вот заворачиваю такую колбаску и пришиваю и и она получается тогда вышивка такая более объемная конечно можно вышить просто там бурными стежками беленькие лепесточки но так получается красиво и интересно вот еще раз я вам покажу но здесь уже в ускоренном немножечко я показываю чтобы тоже не тратить время получается чем больше намотаем вот этих вот не обязательно 12 можно и 15 можно и 10 но чем длиннее вот эта колбаска тем больше лепесточек получается но есть и минус чем длиннее вот эта колбаска тем труднее вытащить иголку через нее особенно ушко она же толще получается поэтому его тяжелее вытаскивать вот ну как-то надо выходить из положения вот нашла для своей иголки она у меня толстая же с толстыми нитками я нашла вот такой и надо вот отрегулировать еще но это опытным путем отрегулировать степень плотности наматывания то есть сильнее вот если нам наматывать плотнее к иголке то хуже вытаскивается если слабенько наматывать все рассыпется вообще ничего не получится то есть тут надо как-то самым уже опытным путем сами для себя вы поймете когда начнете делать я вот несколько раз показываю эти лепесточки для того чтобы вот ну уж прям вот хорошо понятно было может где-то лучше видно где-то хуже ну постаралась как можно лучше показать я делаю то три лепесточка то 4 то 5 как и в любых растениях наверное бывает такие мутанты конечно в основном там но одно и то же количество этих лепестков в цветочках но я вот сделала вот так вот и вот если вам не нравится как торчит такой лепесточек можно его пришить вот просто к основе чтобы он торчал именно в том положении как вам нравится один или два пришить или все пришить это уже на ваше усмотрение центр я делаю обычный это называется французский узел можно один раз наматывать на иголку но я три раза вот я уже тоже в других видео с вышивками показывала но здесь тоже решила разочек показать один узелочек ну потому что я один цветочек только на камеру сделаю все следующий у меня такой называется стежок иголка назад то есть я вот каждый раз иголку втыкаю в начало предыдущего стежка получается как будто иголка у меня назад идет каждый раз а потом вот недолго его тоже показывать не буду потому что понятно сразу как шить но здесь очень удобно то что вы попадаете именно начало то есть вы кончиком иголки вам не надо придумывать целиться вы знаете видите где начало и конец я его не часто этот стежок использую но в арсенале он у меня есть почему я решила клубничку вышивать можно было все что угодно но у меня я где-то показывала вот уже такую вышивку по моему в ковре который на дачу я отвезла эта вышивка есть небольшая клубничка и у меня одна из подписчиков прямо очень просила покажите пожалуйста как эту клубничку я уже давным давно это все не показываю не показываю но потом решила что ну вот как раз возможность показать я сама ее тоже где-то увидела это не моя придумка это в интернете я увидела и повторила но теперь решила выполнить свое обещание и вот показать на камеру как такую клубничку вышивать она очень хорошо смотрится на детской одежде и там можно простор большой для фантазии можно и не созревшие зелененькие ягодки делать маленькие и побольше цветочков и листочков то есть все уже от вас зависит от того куда вам их планируете такую вышивку кстати многие очень много вопросов по поводу ниток какие я нитки использую и все в этом роде в конце видео я обязательно покажу нитки и расскажу какие у меня нитки для вышивания и получается я сейчас вот плету эту клубнику должен получиться такой кармашек как бы из это вплетение в которой я потом добавлю наполнитель я даже не знаю как и здесь стежки все называются которыми я это все делаю какое-то плетение тут наверное что-то связанное с макраме даже больше мне так кажется ну это не важно главное чтобы получилось я кстати настолько уже давно это делала что уже практически забыла но как-то вот я забыла руки помнят конечно не очень прям вот у меня получается ювелирно но цель достигнута будет результате чем дальше тем лучше видно будет так вот в начале ты не поймешь читает дело но вроде потом стало из-за того что у меня вот в начале в самом видите там узкое место потом пошире я вот этих вот петель и к делаю побольше сначала мне кстати одна зрительница в комментариях написала что вот почему я не показываю себя в видео ну вот я не показываю потому что я уже для себя изначально поняла какой формат видео я хочу что себя я не показываю не то чтобы у меня с внешностью что-то не так было нормальная обычная внешность все с ней в порядке я сама себя прекрасно устраиваю в молодости конечно где-то когда-то была не до недовольна бывает со всеми наверное у всех кто-то думает что вот он толстый или нос большой или худой наоборот и четок не хватает а чего-то много но у меня уже возраст прошел тот когда себя не любила или сомневалась все в порядке у меня и с самомнением самооценкой и на самом деле с внешностью тоже все в порядке просто выбрала такой формат видео потому что я считаю что люди которые интересуются рукоделием они заходят посмотреть именно на рукоделие какие-то идеи новые увидеть вдохновение найти для собственных работ ну и короче я решила что говорящая голова это не мой формат ну а тем кто хочет узнать побольше обо мне как-то ну за подписывайтесь на мой канал на яндекс цен там я выкладываю не только рукодельные свои видео но и пишу посты о том чем занимаюсь что у меня в жизни происходит что-то о своей жизни я к каждому видео в описании добавляю ссылку на свой канал на яндекс цен ну и плюс теперь еще в закрепленном комментарии который на самый верхний тоже есть это ссылочка имейте ввиду и подписывайтесь тут к сожалению не фокусе постаралась поближе поднять камере но получилось не очень фокус взялся но уже наверно понятно что я делаю особенно когда нитка короче стала стала лучше видно так я продолжаю и видите у меня там получается внутри такой как бы кармашек который я уже буду потом наполнитель закладывать можно в качестве наполнителя использовать синтепон но увидите у меня такая достаточно реденькая получилась эта претенка синтепон будет проглядывать поэтому я решила что ну а чего а кто мне что скажет набью туда таких же ниток красных и будет все красиво и хорошо ну вот взяла сколько-нибудь отмотала и очень хорошо все у меня туда вошло и клубничка стала прям как родная плотненькая такая настоящая клубничка потом просто вот зашить осталось вот и подхватываю петельку так же как и когда делала клубничку подхватываете петельки и зашиваю просто за них очень получается все хорошо и аккуратно единственное что на красном фоне теперь мне не видно где эти петельки потому что нитки красные внутри когда черный фон проглядывал было хоть видно а сейчас ну понятно все равно понятно что я делаю зашиваю и все клубничка моя готова остался последний штрих это вот выше такие листочки это наверно плодоножка называется о клубничке тоже тамбурными стежками я это делаю и уже я показывала поэтому не буду прямо вот объяснять я хотела сказать многие очень спрашивают а какими я нитками вышиваю для тех кто в россии легче в этом плане потому что я просто говорю название это нитки называется коко это тонкие нитки для вязания из мерсеризованного хлопка мерсеризованные это обработанные в щелочи нитки получаются более гладкие такие вот они не мохнатятся и очень удобно ими вышивать цветов у них очень много а по цене они прям вот получаются гораздо выгоднее бюджетнее чем например те же мулине которые всего 15 метров в матке а здесь наверное метров 200 в матке ну мне еще вот я какие-то сама покупала какие-то мне отдала подруга ирис но я ими реже пользуюсь все таки вот коко я вот прям полюбила девочки если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк напишите комментарий я всегда с удовольствием читаю комментарии стараюсь на все отвечать если вы еще не подписаны на мой канал не забудьте подписаться и большое спасибо всем кто досмотрел до конца